я рад вас приветствовать на канале Ринат Строит тем кто видит меня впервые добро пожаловать если вы не подписаны на мой канал просьба подпишитесь как вы можете видеть сегодня очень прекрасный замечательный день светит наконец-то яркая теплое солнце весеннее настоящее но к сожалению обещают сегодня снег но об этом не будем мы продолжаем строительство в бане вы за этим наблюдаете огромное огромнейшее вам за это спасибо сегодняшнем выпуске мы вместе с вами смонтируем пол я покажу расскажу какие-то моменты нюансы также хочу напомнить если вы не подписаны на мой телеграм-канал или в сообщество в контакте будут ссылочки в описании переходите подписывайтесь там я эту информацию публикую намного быстрее намного раньше и помимо всего этого есть другие моменты вот сегодня покажу расскажу как я делаю пол в таких банях вот ну а вы конечно же посмотрите поехали друзья здесь по стенам еще у нас будет монтироваться фольга отражающая вот но до этого чуть позже об этом вопросе расскажу чуть позже вот сейчас нас касается именно сам пол вот смотрите как у нас получается пеноплекс уложен с наклоном вот вы можете видеть эти места у нас будут пропениваться вот эти вот чтобы не было никаких поддуваний сейчас я аккуратненько слезу спущусь и вам более подробно и детально расскажу крепится вот так брусок вот вы можете видеть можно на саморезы на гвозди на что угодно вот здесь у нас сначала один брусок смонтировался здесь подобно еще один есть вот вы можете видеть вот и сюда между двух брусков сейчас будет монтироваться вот эта труба разрезанная она будет выполнять роль лотка стока кому как удобно так и называйте вот она сюда смонтируется там в углу встанет вот такой 90-ый угол он будет стоять именно вот так и соответственно сюда уже к этому углу хозяин подключит ту трубу не доведет туда куда ему нужно если попросит нас мы это сделаем и вам покажем вот смонтировалась будет монтироваться от этого точек вот потом вот так под наклоном будет укладываться пеноплекс а сверху уже на пеноплекс будет укладываться гидроизоляция которая никакую влагу не пропустит ни к древесине не к пеноплексу на пеноплекс он сам влаги не боится влаги боится древесина но она будет вся закрыта и защищена так что друзья все будет прекрасно вот как что это будет я надеюсь могу показать немножко у меня болит спина у меня помощник уже там отбросил все свои дела и помогают да еще такой момент что вот эта часть минут сливная часть где вода будет проливаться сквозь полы в этот лоток она выполняется только там где у нас находится парное помещение но в парном помещении влага она и будет но не настолько много она будет очень быстро высушиваться но вот мощном помещении влага будет стоять но не то что стоять она там будет ее много много там будут ополаскиваться там будут мыться но вы сами все прекрасно понимаете и соответственно как бы вот монтируется в парном помещении и помывочном вот этот слив ну вот а в комнатке отдыха здесь у нас у нас уже пеноплек смонтирован в таком вот ключе все вот эти зазорчики будут пропениваться все будет прекрасно вот здесь уже у нас все горизонтально сверху у нас будет смонтируется уже 25 доска и на эту 25 доску у нас пойдет чистовой пол шпунтованная доска хвойных пород 28 миллиметров толщиной вот это не дом по толщине доска прекрасно подойдет уже не первая баня так делается и все прекрасно ну что друзья решил отвлечь вас от строительного процесса к сожалению в этом выпуске он не получился по одной простой причине потому что у меня произошло защемление защемило в пояснице видимо седалищный нерв и я три дня провалялся помощник у меня сделал там уже полы полностью в следующем выпуске я все вам покажу подробно обязательно расскажу чтобы было понимание как делать вот последовательности как правильно сделать вот а сейчас предлагаю вам прогуляться по такому немножко пасмурному лесу потому что на улице к сожалению уже который день нет солнца то льют сумасшедшие ливни вот снег ливень все вместе и нет солнца но когда идешь и видишь распускающиеся деревья верба есть его есть распускается конечно на душе стоит приятно и приятно вот этой красоткой гулять потому что она очень довольна когда я отпускаешь она много энергию не выклескивается вот а так конечно весной этой весной нас начала очень сильно топить река переполнена постараюсь дойти показать вот и прямо такое большое полчища бобров очень много мелких деревьев повалено погрызана тоже немножечко постараюсь подснять показать вот так же я думаю все всем вам уже известно что youtube ближайшее время обещают заблокировать вроде говорят что он будет работать также как и инстаграм через vpn если кто хочет если не установлен в пм устанавливаете сможете смотреть но есть x будет такая возможность смотреть через выпали но тоже еще нет стопроцентной уверенности предлагаю тем кто тем кому интересно моя деятельность интересно вот эта вот красотка вот эта лошадка интересно какие-то моменты моей личной жизни вот подписывайтесь на мой телеграм-канал я открыл сообщество вконтакте все это вы там сможете видеть пошли скользко поворотах ханну заносит вот так что друзья такие вот у меня новости вот возможно этот выпуск и будет крайним на ютубе на какое-то время могут прикрыть а может быть и не прикроют так что кому интересно на всякий случай устанавливайте vpn ну и также я буду рад вас видеть в сообществе в контакте и в своем телеграм-канале там очень много разной информации я пишу посты о том как строил свой дом от самого начала до конца как бы иду потихонечку вот какой фундамент как выбиралась как проект все те вопросы на все те вопросы отвечаю когда которые вы мне задавали самом начале как я не пришел на youtube вам понравился мой дом просили показать рассказать вот я сейчас потихонечку публикую в постах возможно я потом отсниму ролик с фотографиями чтобы вам было понятно более такой полноценный рассказ пошли ханна чтобы было понятно и наглядно конечно видео строительство нет но я думаю при помощи фотографий все можно будет исправить вот мы пошли дальше прогуляемся с этой красоткой и как бы дальше будет включение а кстати друзья как раз в телеграм-канале я выкладывал фотографию фанны с намордником я и приобрел намордник но к сожалению это вынужденная мера она должна уметь носить намордник должна привыкнуть к нему но естественно мне чтобы она носила намордник мне нужно чтобы ее приучить к этому вот конечно когда она вот так без намордника вообще одна в поле как говорится милое дело ей прекрасно но мы выезжаем и в город выезжаем в разные места также сейчас начнется дачный сезон приедут много жителей дачников приедут с детьми с внуками ну и конечно для них моя собака будет каким-то наверное какой-то угрозой может быть казаться вот я сейчас фотографию тоже вставлю напишите пожалуйста в комментариях что вы видите на фотографии понятно что ханну но какие первые ощущения при виде ее вот в этом наморднике конечно я скажу сам что если бы была не моя собака я бы честно подумал стоит ли идти мимо нее она такая лапочка она готова всех облезать на всех попрыгать со всеми поиграть но конечно намордник делает свое дело чуть позже увидимся в речке пошли смело мы подошли к реке вообще это речка это не назовешь в другие времена там летом осенью вот а сейчас просто она разливается набирает большую глубину и скорость течения тоже не маленькая но это говорит это ну вот то что много в этом году было очень снега плюс дожди сейчас идут все это вот выливается в такую в такую речку с этой стороны вообще еле-еле маленький ручьёчек течет всегда а сейчас вот здесь вот стоит тут не видно будет мерка по глубине мчс ники нам ставят вот буквально там за один день за несколько часов 20 сантиметров воды прибыло потом еще 20 на следующий день мерка скрылась и и скорее всего загнула смыла но течение очень сильная и очень много бобров все это временно конечно не только нас это касается это проблема всех кто живет рядом с водоемами с реками вот всегда есть наводнение половодие все эти выйдет солнышко начнется подогревать греть радовать всех нас это все пройдет очень быстро друзья я извиняюсь что такой выпуск получился неполноценный и постройки особо ничего нормально вам не сказал не показал вот я думаю что наверстаю это в следующем выпуске подробно расскажу постараюсь сделать более подробный такой ролик конечно больше будет не то чтобы болтовни я думаю это будет полноценный рассказ по которым можно будет понять как делать пол вот я думаю вы все были рады повидать красотку многие из вас пишут в комментариях что почаще показывать вот стараюсь показывать все у нас неплохо сейчас бежать ну сколько два дня назад не приобрел таблетку ей от клещей уже пора вы сами прекрасно видите что снег сходит вот и уже этих паразиты появляются на этом мой выпуск подошел концу от себя хочу пожелать всего самого наилучшего крепких и теплых домов крыши над головой пусть у вас все будет прекрасно переходите мой телеграм-канал от себя вам всех благ до новых встреч друзья в новых выпусках пока пока